Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. И сегодня мы продолжим тему прекрасной грузинской кухни. Продолжим его таким блюдом, как кубдари. Или многие это блюдо знают, как хачапури с мясом. Родина кубдари, прекрасный горный регион солнечной Грузии Сванетия. Сванетия это практически горная страна, маленькая горная страна. Невероятно красивый, невероятно замечательный регион. Если будете в Грузии, обязательно посетите Сванетию. Древние башни на фоне заснеженных горных вершин это нечто друзья. Ну я отвлекся, давайте вернемся к кубдари. Итак, как я уже говорил кубдари, это вид хачапури, но не совсем хачапури, потому что классический хачапури, кстати вы знаете, что хачапури это национальное грузинское блюдо, которое запатентовано и хачапури может называться только блюдо, приготовленное в Грузии. Сам не знал, пультик нам не понадобится для приготовления. Как-то он сюда попал. Кубдари это вид хачапури, но не совсем хачапури. В общем, это лепешка такая похожая на хачапури с мясом. Для приготовления кубдари нам понадобится 250 грамм муки, 150 грамм воды, пол чайной ложки сухих дрожжей. Кубдари делается на дрожжевом тесте. Чайная ложка сахара, половинка чайной ложки соли и 30 грамм растительного масла. Теперь, что касается мясной начинки. Тут огромное, друзья, поле для деятельности. На самом деле, настоящий кубдари делают либо из баранины, баранина, ягнятина, либо из свинины. Но можно делать совершенно из любого мяса. Вот мы делаем из такой среднежирной свинины. Ну, баранина, как бы, баранина не продается в маленьких количествах. Конечно, классический из баранины, но можно использовать свинину. То есть, нам понадобится на один кубдари 200 грамм мяса, одна луковичка большая, у меня почему-то две половинки, мне Лариса так нарезала. Зелень кинзы обязательно и сухие специи. Я взял пол чайной ложки смеси из сухой молотой кинзы и уцхунели. На самом деле, можно добавлять и черный перец, и хмели-сунели, и отжилку. Главное, не переборщить. Очень много всяких вот таких вот пряностей добавляют, и сколько я не пытался узнать рецепт, везде говорят по-разному. Поэтому мы берем пол чайной ложки смеси уцхунели и молотого кориандра. Итак, нам в первую очередь надо приготовить тесто. Лариса нам сейчас покажет, как это сделать. Для того, чтобы приготовить тесто, берем тепленькую воду, добавляем в нее сахар и дрожжи, посыпаем дрожжи на поверхность водички и даем им хотя бы минутку регидрироваться. Это делается для того, чтобы дрожжи у нас не сбились в комочек, они напитают влагу, и после этого мы их тщательно размешаем. Вернемся через минуту. Дрожжи регидрировались, можем их размешать. Добавляем соль и начинаем, собственно говоря, добавлять муку. Размешаем хорошо, чтобы все распарилось. Да, все надо тщательно размешивать, чтобы у нас не было комков, ну там кусочков соли слипшихся, кусочков сахара. Вначале вымешиваем ложечкой. Пока мука не наберет влаги. Но потом надо будет месить руками, потому что хачапури нельзя вымесить ложечкой. Только руками, друзья. Добавляем растительное масло. И начинаем вымешивать. Вмешивать надо очень тщательно. Вымешивание займет минуты 4-5. Поэтому сейчас мы начнем, а потом покажем, как мы будем заканчивать. Вот таким вот образом стараемся равномерно распределить масло, вмесить в тесто. И вот так вот начинаем его мешать. Вначале оно будет прилипать к рукам, потом эта функция у теста выключится. Итак, друзья, месим. Вот Лариса вымесила тесто. Оно такое достаточно, ну как, не совсем крутое, ну такое... Оно мягенькое. Мягенькое, да? То есть оно не крутое. И, друзья, теперь накрываем тесто чистым полотенечком и оставляем его на час, для того, чтобы оно подошло. Кстати, забыл сказать, муку перед приготовлением теста надо обязательно просеять через кулинарное сито, для того, чтобы само тесто было более воздушное. А пока тесто подходит, займемся приготовлением начинки для кукдари. В первую очередь, друзья, подготовим мясо. Перед тем, как его резать, отобьем его для того, чтобы разрушить мясные волокна, чтобы в самом кукдари мясо у нас было помягче. Теперь нарежем мясо на мелкие кусочки. Конечно, можно перекрутить мясо через мясорубку, но это уже тогда будет не кукдари, а просто будет булка с мясным фаршем. Поэтому, ну для того, чтобы получить классический вкус, для того, чтобы получить вкусный, сочный кукдари, придерживайтесь вот такого классического рецепта. Отбили мясо и нарезаем его на кусочки где-то по сантиметру. Порезали все мясо, переложим ее в заранее приготовленную тарелочку и следующим этапом подготовим лучок. Сейчас Лариса покажет, нам его надо порезать. Как мы крупно, мелко режем лук? Режем достаточно крупно, полосочками где-то по сантиметру. То есть так, чтобы лук у нас потом в кубдаре, он же там должен чувствоваться? Ну да. Можно больше, чтобы минимально это вот такие вот кусочки. Нарежем весь лучок подготовленный. Вот, нарезали лучок, отправляем его в тарелочку к мяску. Видимо, у нас на кухне больших тарелочек не оказалось. Ну ладно. И теперь нарежем, друзья, кинзу. Кинзу режем очень меленько, вместе с хвостиками, с плодоножками. Лариса будет резать, а я пока поищу в закромах кухни тарелочку побольше для фарша. С огромным трудом мне удалось найти побольше тарелочку, чтобы было удобно перемешать весь фаршик. И отправим фаршик в мой этот трофей. Отправляем, друзья, туда же порезанную кинзу. Наши заранее подготовленные специи. И фарш надо посолить. Вот тут вот мы не дадим никаких рекомендаций. То есть, ну вот на один куб дарь щепотка соли. Ну, кто-то любит более соленое, кто-то любит менее соленое. Мы берем где-то одну треть чайной ложечки, ну вот щепотку, полную щепотку соли на один куб дарь. Тщательно вымешиваем фарш, друзья. Вот таким вот образом переминаем его вместе с лучком, с зеленью, чтобы он, ну, чтобы все хорошо перемешалось. И оставляем фарш, а, добавляем водички. Добавим две столовые ложечки воды. Чтобы фарш был сочный, я бы добавил бы три. Ну, давай добавим две. Ладно. Надо будет, потом еще добавим три. У нас с Ларисой сегодня... Просто тоже жидкий не должен быть фарш, потому что тесто у нас будет очень мягенькое. И я боюсь, чтобы оно не вытекло просто. Не выдержит. Ну, может, Лариса и права. Итак, друзья, хорошенько перемесили фарш. И заметьте, мы не зря его делали тогда, когда тесто уже... Когда тесто только начало подходить. Фаршу тоже нужно время, чтобы он промариновался, чтобы он набрался специй, чтобы лучок отдал свой сок. Вот. Поэтому фарш мы тоже оставляем вместе с тестом. Ну, не в холодном месте. В холодильник его не ставим при комнатной температуре. Оставляем его, пока подходит тесто. А именно на час тоже промариноваться. И после этого, друзья, приступим уже непосредственно к приготовлению нашего вкусного кубдари. Наше тесто подошло. И настало время сделать кубдари. Видите, как оно увеличилось. Немножко смазываем досточку разделочную. Растительным маслом. Также мы подготовили противень. Он у нас застелен тефлоновой салфеткой. Если у вас нет тефлоновой салфетки, то используйте кулинарный пергамент. Так же сам пергамент смажьте маслом. Теперь надо обмять наше тесто. Мы смазывали маслом досточку. Естественно, руки у нас тоже немножко в масле. Для того, чтобы тесто не прилипало. В это время, друзья, мы разогрели духовку до 180 градусов. То есть мы уже практически готовы к тому, чтобы выпекать наш кубдари. Разминаем тесто вот таким вот образом. Делаем из него лепешечку. Выкладываем подготовленную начинку на середину лепешечки. И теперь, друзья, самый ответственный момент. Начинаем собирать наше тесто и заворачивать его вот такими вот складочками. Чтобы начинка оказалась внутри. Слепили такой большой пирог. И потихонечку начинаем его приминать. Переворачиваем на другую сторону. И сразу, наверное, на досточке это сделаем. Ну, на противне. Да, на противне. И вот таким вот образом, друзья, его разминаем и разравниваем. Чтобы у нас получился ровненький, аккуратненький кубдари. Делаем отверстие в серединке. Да, отверстие нужно обязательно, чтобы наш кубдари не взорвался в процессе жарки. Потому что мясо начнет, ну, жидкость начнет закипать. Как бы, если не сделать отверстие, то просто наш кубдари превратится в воздушный шарик. Ну, или взорвется. И, друзья, теперь поместим его в духовой шкаф на выпекание. Духовой шкаф разогрет до 180 градусов. И помещаем туда кубдари на 20-22 минуты. Вот ориентировочно. Я сейчас засеку время. И скажу, сколько точно он будет выпекаться. Все, таймер включен. Ждем. Вот наш кубдари, друзья, практически готов. Видите, как через дырочку выкипает жидкость. И буквально еще минуткой будем его доставать. Достаем наш кубдари. Жарился он 22 минуты. Наша задача получить такую красивую, ну, сейчас покажем, красивую зажаренную корочку. Переложим кубдари на тарелочку. Аккуратненько, горячий. И смажем сверху сливочным маслом. После этого дадим ему остыть минут 10, потому что внутри сейчас очень высокая температура. Как вы видели, там кипел мясной сок. А я уже слюнки глотаю. Пусть он немножко остынет, отдохнет. И продегустируем, друзья. Ну что, друзья, попробуем наш кубдари. Разрежем его. Немножко остыл. Хотя еще остается горячим. Ай, как пахнет безумно. Невероятно вкусно. Немножко я ему не дал остыть. Это божественно, друзья. Немножко горячим. Мясо полностью приготовилось. Лучок, травки. Вообще, очень горячий. Очень горячий. Но очень-очень вкусный. Сейчас немножко остынет. У меня есть бутылочка домашнего вина. И мы с Ларисой, так сказать, придадимся наслаждению. Друзья, кубдари получился очень вкусный. Пробуйте. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы отвечаем на все вопросы. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы вовремя увидеть все самые новые наши рецепты. Ну, собственно говоря, ставьте пальцы вверх, друзья. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. Пока.